Привет, на связи Владимир и в данном видео я покажу вам как создать легко вот такую вот трубку. На основе нее можно сделать трубку любую форму, либо круглую, либо какой-то другой формы. Создадим новый проект и сделаем контроль настройщик. Это нам нужно единицы измерения метрические и длина у нас будет в каких-то миллиметрах. Также для удобства включу отображение нажимаем мною клавиш. Прежде всего для того, чтобы сделать трубу нам нужно сделать заготовку ее вида, ее формы. То есть вида или формы ее среза этой трубы. Я сделаю для примера в трубочку сейчас на 20 на 40. То есть вот есть у меня объект. Я этот объект делаю 40 миллиметров на 20 миллиметров. К этому объекту я сейчас примкну точку вращения. И этот объект я примкну к курсору, который стоит на точке образования мира. Тем самым я заготовочку выровнял ровно в центре образования мира поставил. Теперь вот есть заготовочка. Если мы обратим внимание на профтрубу, которая продается в магазинах, где здесь используется, то профтруба ни одна не будет иметь, если это не по спецзаказу сделанная, подготовленная, то ни одна труба не будет иметь такие четкие острые углы. Любая профтруба имеет здесь уголки сглаженные такие. Сообразно это свидетельство о том, что профтруба сделана из листа особым образом загнутого и сваренного в одном месте. Если мы посмотрим на каждую профтрубу, то мы увидим шовчик сварной и сглаженные края. Вот эти сглаженные края мы и будем сейчас делать. Для того, чтобы их сделать, мы переходим в режим редактирования, выделяем вершинки и налагаем фасочку Ctrl-Shift-B. и тянем в одну из сторон и видим, как накладываются эти фасочки. Видим, что одна сторона, вот эта сторона получается длиннее, чем эта. Непропорционально накладываются фасочки. Это свидетельство о том, что не была применена масштабирование. Что это означает? При работе с этим объектом я сделал его определенные размеры, то есть был по умолчанию квадратный объект, полностью пропорциональный. Я, получается, что одну сторону вытянул, а другая осталась прежде. И которая сторона вытянутая получилась, у нее фасочка длиннее получается, чем у той стороны, которая осталась в прежних пропорциях. Поэтому пропорции я сейчас эти применю как за стандарт, то есть применю масштабирование, Scale, и теперь уже могу смело налагать фасочки. Фасочки, естественно, будут небольшие, а такие, какие имеет обычная профтруба. Ну, допустим, примерно этого размера. Ну, а теперь у меня получилась форма среза трубы. Теперь я эту форму среза конвертирую в направляющую, потому что труба у нас будет состоять изначально из направляющих. Теперь мне нужно создать саму форму профтрубы. То есть это я создавал срез, а теперь саму форму профтрубы. То есть в данном случае я создам арочку. Для этого Plane площадочку я все вершинки у нее замещаю в одну по центру и экструдирую. Получилась линия, сделаю ее немножко поменьше даже. Ну, допустим, такую линию сделаю. Выделяю вершинки, подразделяю на две части, убираю среднюю точку, которая получилась и поднимаю ее. Так, сейчас выделю и подниму на определенную высоту. Если мне нужна какая-то определенная высота, я могу здесь сделать линию просто направляющую. Создаю, например, Plane, такой же объект, подниму его на определенную высоту и масштабирую, например, вот эту сторону. Выделяю линию по оси X. Это у меня будет направляющая высоты моей. Теперь я выделяю свою арочку. И первый способ сделать арочку, это через модификатор. Добавляю модификатор. Subdivision Surface. И вижу, как моя арочка получается с Levels View Board. Это я создаю подразделения, которые видны во вьюпорте сейчас при работе Render. Это сколько подразделений будет видно при экспортировании сцены в картинку или в видеофайл. Поэтому я указываю здесь желаемое количество при экспорте. И для удобства сразу же, чтобы видеть конечный результат, я тоже выставил такое же количество подразделений. Теперь просто эту точку опускаю на нужную мне высоту. Вот получилась арочка. Единственный недостаток такого способа создания арочки. Это в том, что вот эти начала у арочки, они практически ровные. А изгиб получается уже где-то вот отсюда при высоте. Если поднять, например, эту точку выше еще, это будет заметнее. То есть арочка как бы вытягивается. Если создавать правильную арку, то лучше всего воспользоваться другим способом. Сейчас я покажу. То есть вот у нас есть точка и мы добавляем фасочку. Также Ctrl-Shift-B добавляем фасочку и уже добавляем нужное нам количество подразделений. От количества подразделений будет вид у арочки нашей более ровной или с видимыми подразделениями. Однако сразу хочу указать на то, что чем больше подразделений, тем весомее будет арочка, тем больше будет вершинок. И тем более дольше будет экспортироваться этот объект. А также даже при работе с ней здесь в режиме редактирования как бы тоже будет подвисать компьютер, особенно если он не очень-то уж и мощный. Поэтому, в принципе, если нет необходимости в таком вобильном подразделении, то можно ограничиться каким-то таким количеством, при котором более-менее арочка будет смотреться аккуратненько и нормально. Вот. Вижу я, что этой высоты недостаточно, поэтому я еще подниму выше точку и добавлю еще раз в подразделение. Совсем чуть-чуть ее опустить. Все. Я получил желаемую высоту арочки. Теперь этот объект как направляющую я могу удалить совсем. И теперь делаю из этой арочки, из этой линии в трубу. Для этого я эту линию, она сейчас является Mesh. Я из нее делаю кривую. И уже эту кривую в вкладке Object Data Properties я нахожу в вкладку Geometry Bevel. И здесь выбираю объект. И какой объект будет обрисовывать эту линию, убираю. В данном случае это наша профтрубка. Мы видим, что наша профтрубка лежит вертикальным ребром. Если нам нужно сделать площадкой, чтобы была площадка сверху, а не ребро, то нам нужно будет просто-напросто повернуть нашу заготовку по оси Z или по другой оси. Это уже, по вашему случаю, нужно будет разбираться, по какой оси крутить. И применить вращение. Все применили вращение. Видим изменения. Теперь площадкой вверху встала арочка, а ребром вбок уходит. Вот мы видим наши подразделения, которые получились. Я об этом и говорил, что чем больше подразделений, тем меньше будут видны вот эти вот изгибы. Но единственное, что не надо в этом переусердствовать без особой необходимости в этом. Вот эти видимые изломы здесь можно будет убрать. Shade Smooth включить. Но потом она будет видна Shade Smooth. Потом, когда мы превратим вот эту направляющую, потому что, по сути, это еще направляющая. Это линия с обволакивающим ее вот этим объектом. Поэтому мы конвертируем этот объект из направляющей в Mesh. И теперь, когда мы применяем Shade Smooth, эти изгибы у нас исчезают, убираются. Наш объект, хоть здесь и сбоку, если видно, что имеет определенные изломы. То, если так смотреть, абсолютно гладенько, ровно, аккуратненько, все нормально. И фасочка у нас виднеется, которую мы сделали. То есть, у нас есть фаска и здесь все гладенько, чутенько смотрится. Теперь нам нужно добавить толщину к нашей трубке. Потому что наша трубка, она сейчас бессодержательна. Не имеет никакой толщины. Вот, чтобы сейчас не увидели вот эти вершинки. И здесь прямо к нам сюда, чтобы вид вращался вокруг этих вершинок. Вот, теперь я создам толщину модификатором. Модификатор Solidify. Здесь делаю нужную толщину сразу же в 2 мм. И отредактирую отступ такой, чтобы не были видны вот эти явные перехлёсты здесь. Вот, убрал перехлёстики полностью. И теперь уже можно будет так оставить. Но, единственное, что... Да, фасочка у нас есть, как бы все гладенько смотрится. Ну вот этот срез у нас, ну совсем не естественный. Какой-то зефирный. Чтобы его сделать естественным, нужно будет Object Data Properties перейти, выбрать Normals и After сглаживание по углу. Всё. Теперь у нас получился настоящий срез у профтрубы. И эта профтруба имеет толщину. Единственное, что вот внутри мы видим тоже острый угол, что тоже неестественно. Поэтому мы в модификаторе отступ ещё добавляем, чтобы у нас получился изгиб. Вот здесь перехлёсты, видим, начинаются. А с определённого момента вот изгиб пошёл. Всего такого изгиба, я думаю, достаточно. Хоть пусть визуально эта профтруба будет выглядеть... Точнее, на самом деле, фактически, эта кромка... От этой кромки до этой кромки будет немножко другой размер. Но визуально это ничего не изменит. Любой профтруба 20 на 20, 20 на 40 так и останется. Поэтому это несущественно, если это не печатать, как это значит. 3D принтинг не делать. Или это не создавать какие-то чёткие объекты, где прямо нужны идеальные размеры. То вот такой способ создания трубок вполне нормальный. А если же нам нужен более сложный объект, не арочка, а, допустим, какой-то водопровод. Или что-то более сложное, чем эта арка. То... Сейчас покажу немножко... Не другой способ, но просто... Другой подход к этому. Немножко. Тоже создам объект. Plane. Совмещу все точки в одну. И создаем нашу сложную ситуацию. Допустим, экструдируем сюда. Сюда. Теперь... Экструдируем эту точку наверх. Еще раз верхний режим. Теперь экстрадируем. Сюда. Экструдируем сюда. Экстрадируем сюда. Экстрадируем сюда. Сюда. И экстрадируем сюда. тоже делаем из него направляющие сейчас конвертируем направляющие и выбираем бэвел то есть фасочку этой направляющей мы выбираем нашу профтрубку все мы получили профтрубку единственное что мы здесь видим это острые углы если конечно же не так собирается водопровод а допустим используется водоотводы то нам нужно естественно создать здесь мягкий такой плавный переход для этого мы немножко другому сделаем когда мы еще мышь то эти углы мы тоже сгладим только не со что я создал здесь меньше точек и так как на арке сделаем по 5 точечек изгиб ну либо мы использовали уже готовы доводы отводы для трубы либо мы сами и загнули эту трубу ну в общем так будет смотреться я думаю трубка аккуратнее хотя можно и так и так и таким и таким способом пользоваться теперь мы из этого делаем направляющие и указан направляющий фасочку из нашей профтрубки все получилось профтрубка изгибается так как нам надо теперь мы делаем из этого обратно мышь делаем сглаживание и также добавляем толщину 2 миллиметра допустим ищем положение чтобы не было перехлестов а также ищем что такое положение чтобы здесь был нормальный изгиб внутри тоже все изгиб внутри мы получили и теперь делаем нормальный срез все мы получили в принципе идеальную для нас профтрубку естественно все эти фасочки изгиба можно количество вот этих подразделений увеличить ну как их сделать я уже показал вот все мы получили нужную нам форму в трубке нашего трубопровода вот эти количество подразделений здесь тоже можно увеличивать по мере надобности если нам надо какой-то демонстрационную модель делать профтрубы то естественно мы здесь увеличиваем не по 5 делом точек больше теперь мы это делаем направляющие налагаем наш объект он более-менее ровненько смотрится теперь делаем из этого объекта снова мышь делаем 6 смут чтобы уронить разгладить такие изгибы чтобы они не могли видны и теперь добавляем толщину модификатором не нужны нам толщину два миллиметра допустим или полторашка можно полторашку сделать и отступом выравниваем так чтобы у нас внутри получился тоже наш изгиб делаем автор выравнивание все наши идеальные профтрубка появилась в трубку можно экспортировать и делать демонстрации допустим вот я забрал два способа два фактически это один способ просто разные фигуры два подхода для создания профтрубки спасибо за внимание подписывайтесь оставляйте комментарии и оценивайте это видео если она была вам полезна спасибо